Привет, друзья! Сегодня у нас одна из самых важных тем в разработке игры. Это создание лодов. Лоды это такая вещь, которая нам поможет сократить, так скажем, затраты нашего компьютера на преобразование картинки. То есть мы, допустим, можем создать игру, она будет настолько глючная, что вы скажете, а почему, где мои фпс? Вот лоды, они должны вам помочь большей части, потому что есть такие штуки, как, допустим, картинки, которые мы вставляем в игры. В них тоже есть определенные, так скажем, лоды, но в виде графических наполнений. Это разрешение, пиксель на дюйм или на сантиметр и так далее. Ширина, высота в пикселях. То есть если картинка у нас очень большая, там, я не знаю, какая-нибудь 20000 пикселей на 20000 пикселей с разрешением в 600 пикселей найдем. Это выйдет очень большой файл, очень большой. И, допустим, игра, когда начнет загружать этот файл, просто либо зависнет, либо будет очень долго загружать. Это, ну, такой самый, не тот пример, конечно, но все-таки, да, вы хотите, допустим, какую-то, какую-то текстуру в 4К, соответственно, 4000 пикселей, да, примерно, пусть 4000 пикселей, не важно, какой она там, что 3000, там, и так далее. Даже если вот такое вот будет у нас изображение, соответственно, игра будет немножко фризить. Это как минимум он только по картинкам. А еще у нас есть всякие предметы, допустим, вот эта штуковина, она тоже состоит из определенных плоскостей, треугольников и так далее, полигонов. Это очень много. Кроме обычного прямоугольника у нас есть и машины, у которого очень большое количество всяких машин, деревья. Вот представьте, да, вот сейчас я поставлю какие-нибудь деревья на нашу карту. Так, давайте выставим какие-нибудь другие, без этих, без этих. И вот, в общем, так. Немножечко не там нажал. Ну вот представим, да, вот такой вот лес. Это еще без травы, то есть у нас здесь чисто кустарник и деревья. И представьте, что у нас не два дерева, допустим, не одно дерево, точнее, два куста и камешки, да, а 6 видов деревьев, это только на одной карте, 14 вид трав и так далее, да, ну, представьте, и у каждой есть количество полигонов. Давайте сейчас поставим FPS. Вот сейчас FPS у нас проседает, ну, допустим, вот здесь он прописывается, в районе 60-70. Это я еще не запустил игру. Вот, в районе 70, да, скочит 60. Вот здесь уже что-то там проседало до 40. То есть у каждой текстуры количество полигонов просто ужасно. Для этого необходимо создавать лоды. То есть, вот представьте, что вон та машина у нас загружена полностью сейчас. Из-за этого количество FPS прям высокое. Давайте посмотрим, как это делать. Нам надо, допустим, вот та же самая машина, вот эта Ferrari, потому что у нас рабочий приехал на своей домашней машине на работу. Вот, вот его рабочий автомобиль и у него очень много, очень много средств, да. Так, давайте посмотрим, где она находится. Ну, я лучше так найду. Спорткар. Так, спорткар у нас лучше, конечно, найти мышь спорткара, но он у нас находится в мышах. Открываем его и смотрим. И он открывается пока. В общем, количество полигонов нам надо уменьшать. Для этого нам необходимы лоды. Создается некое количество лодов. В данном случае, допустим, создадим 2 или 3 максимум, но желательно создавать в районе 4. То есть, если ваш персонаж находится там прям очень далеко от машины, машина будет в количестве полигонов, так скажем, в треугольниках отображаться издалека, ну, допустим, 4. Максимум 4, да. А в ней, ну, я не знаю, наверное, 1010, если не больше. Возможно, даже больше. Давайте посмотрим. Да, больше. Вот здесь у нас есть отображение. Сколько, в общем, здесь треугольников, так скажем, линий, точек и так далее, да. 94135. То есть, представьте, что вот это 94000 он загружает на любом расстоянии от персонажа. Для того, чтобы он как-то уменьшал... А, кстати, здесь уже прописаны лоды. Я вот загрузил из маркета данную штуку. Здесь уже прописаны лоды. Мы сейчас их будем менять. В любом случае, она мне не нравится. То есть, смотрите, допустим, персонаж у нас где-то вот здесь находится. Те самые вот, которые здесь у нас прописываются. Вот, вот, четыре. Вот, можно заметить. Отображает 14000 тренглесс. То есть, вот из такого расстояния эти 14000 нам вообще не нужны. Здесь, по сути, можно уменьшить прям вплотную для того, чтобы вот эту красную точку-то и особо-то не видеть. Мы же все равно не понимаем, что здесь. Открываем details и смотрите. Здесь есть такая штука, как loadpicker. Здесь вот она отображает у нас наши лоды и так далее. Здесь все прописывается load-авто сейчас. Давайте пропишем load-3. То есть, три лода максимально. Так, вот. Давайте load-0. load-0 у нас будет работать при том, когда человек, допустим, персонаж у нас располагается вот где-то вот здесь. Вот здесь мы можем видеть дальность от нахождения, так скажем, от камеры до автомобиля. 0,61. Давайте выставим 0,6. Получается, что, допустим, минимальный load и так далее. Мы выставляем, допустим, load-1. Так, load-0. Мы сейчас совсем уже запутался, где это. Так, вот оно. 100% наших полигончиков, так скажем. 100%. Вот сейчас отлетим. Посмотрим, когда load-1 появится. Так, load-1 не появился. Потому что я забыл выделить custom. Custom это полностью все лоды. То есть, мы, допустим, сейчас настроим всего лишь два лода. Три, точнее, нулевой, единицу и двоечку. И вот здесь они вот сейчас у нас появились. Давайте выставим. Персонаж как будто бы стоит практически возле машины. 0,61, да? То есть, 0,6 мы посчитали, в принципе. Это вот load-0. Load-1 включается, когда у нас 0,6. Кстати, она уже стоит. Да. Автоматом. Прям хорошо. Следующий load. Допустим, я хочу, чтобы он не 0,6 даже. А вот, допустим, включался на 0,7. Вот где-то в этой близости. То есть, чем ближе мы находимся, тем, так скажем, первичный load включается. Вот это получается. Количество полигонов у нас равняется 60%. Сейчас у нас показывает, ну, когда load-1 включен, это у нас 56 тысяч. Ставим в районе 20. Надо еще применить. Вот здесь нажимаем применить. И сейчас посмотрим, насколько он выключит. То есть, 20% по сути при load-1 здесь, ну, не нужно включать. Я просто вам покажу, насколько он уменьшит. Вы должны примерно акцентироваться по внешнему виду, как автомобиль будет у нас отображаться. И этим, ну, вот этими процентами подбирать необходимые значения. Потому что у нас будет, соответственно, и цвет меняться иногда. То есть, не то, что там из красного и синий, а из вот такого красного, допустим, световый красный может появиться. Вот, очень долго обрабатывает, потому что, видите, большое количество треугольников всех этих. Так, вот, смотрите, видите, у нас пропали колеса, пропали какие-то части, детальки. И у нас получается 17 тысяч треугольников. 17 тысяч треугольников, это можно уже, по сути, включать на других версиях. Давайте, так, load-0 у нас работает при 100, он все показывает. Load-1 давайте сделаем в районе 70%. Далее, load-2, откроем значение. Так, отъедем немножко. Так, и у нас 0,3, да, 0,35, кстати, у него стоит уже вот так. И у него включается load-2. Вот он, да? 35 тысяч, видите? Если я приближаюсь, у него отрезается, ну, потому что мы там слишком маленько поставили значение. По сути, давайте вот поставим 0,3, какое-нибудь значение, и выставим в районе 30, еще можно меньше даже. Но тут надо будет вам чисто конкретно подбирать, здесь применить. Это наш предыдущий load, я его не сохранил. Сейчас я сохраню load-2, который мы настроили вот на таком расстоянии. То есть вы примерно должны разограничить дальность отрисовки, так скажем, на свой страх и риск, во-первых. Во-вторых, на тот момент, какие у вас карты. То есть если у вас слишком маленькие карты, нет никаких дальних просмотров, то вам, в принципе, можно все более детальнее сделать. Но, опять-таки, ваш FPS будет падать, если у вас слишком много треугольничков. Так, все применилось вроде, да? Так, у нас load-1 70%. 65 тысяч полигонов, да, треугольников из 94. Load-2 у нас 23 тысячи. Можно даже меньше. Видите, немножко просветы. Но, честно говоря, вы, скорее всего, их можете не заметить. Все зависит уже от падения солнца, теней и так далее. Как говорится, это уже по вашей карте все-таки будет зависеть. И все, по сути, да? Вот у нас... Я выбрал всего лишь три лода. Это 0, 1 и 2. Давайте поставим еще третий. И выставим значение. Получается, на расстоянии где-то вот такое. Это у нас 0, ну, 0,15. 0,15. Почему клавиатура заглючила? Так, 0,15. И выставим значение 10. Сохраняем. То есть, если мы находимся дальше, вот чем 0,15. Вот сейчас назад отъедем. Как сохраниться? У нас количество треугольников будет постоянно столько. Если вы вот 4 поставите, и у вас большая карта, там уже можете прям до 2%, там может быть до 1% уменьшать. Сейчас сохраним, посмотрим, покажем. Вот слишком долгое сохранение. И, кстати, это все будет влиять. Ну, представьте, да, я вот сейчас только машину сделал. Уменьшил количество водов, уменьшил, так скажем, количество треугольничков этого мыши. А представьте, у нас деревьев, как я уже раньше говорил, да, может быть 15-20 видов. И все на карте стоят в одном окружении персонажа. Вот, 9000 треугольничков. По сути, если я отсюда буду смотреть, почему-то у Волт-4 включился. Я его, что, включал? Вроде бы нет. Но почему-то он включился. Ну, давайте по-быстренькому тоже тыкнем. 1%. Так, 0,1 поставим. Так, ну да, все, 0,1. Сохраним. И посмотрим, сколько это 1% из всех соотношений. Ну, 9000 получается, да? Да, 9000, скорее всего. Может, даже меньше. Там можно быть, можно даже и меньше поставить. 0,01 какой-нибудь там процент. И, возможно, тоже прокатит. То есть, каждое дерево, каждый куст, каждую травинку надо настроить в воду. Я вот, допустим, когда компилировал на мобильное приложение, настроил воды. Вот сейчас у нас 9000 полигонов, да? Опа! 941. Ну, видите, там половины нету. Спереди чего-то нету, сзади чего-то нет. Ну, да, 1% скорее всего не особо красиво будет смотреться. То есть, вот надо... А, в принципе, ну, с одной стороны нет. Вот с такого расстояния прям достаточно ближе. Ну, соответственно, здесь надо настраивать уже... Вот 3, допустим, надо где-то вот здесь настраивать. То есть, вы расстояние сами уже отмеряете и примерно задумываетесь, как он вам необходим. Дальше мы сохраняем все это. В принципе, закрываем автомобиль. Мы уже настроили. Давайте возьмем, по сути, вот это дерево. Как у нас там называется оно? SM Popular B Small. Так, выйдем в настройки. Pompure. Так, Mesh. Popular B. Вот оно, да? Так, Pompure Small G. G, G, G. Нет, вот это вроде, да. Заходим сюда. Вот это наше дерево, которое там стоит. Соответственно, включаем лоды. И быстренько пробежимся по настройкам. 100%. Можно даже, даже вблизи можно ставить и меньше. То есть, нам не особо не важно. Допустим, я хочу вот на 0. Так. Здесь load 1, да? Я хочу load 1 включить вот с этого. Ну, в принципе, да, так оно и есть. С такого расстояния. Не 100%. Не 100%. Также прописываем, допустим, здесь мы прописали 90. Здесь прописываем 65 и 3. То есть, вы можете, по сути, на load 4 прописывать там практически под 0. Так, 0.15. Это у нас load 2. Вот, вот. То есть, смотрите, да? Здесь уже 134 треугольника. Это нам, в принципе, достаточно. Это у нас прям вообще хорошо. Хорошо съест прям. Так, 0.16. Так, load 2. Почему? 0.15. Количество. Можно 20 поставить процентов. Load 3. Ставим не 100. Видите, вот каждый, получается, у нас прописывался по 100. Нам не нужно столько загружать, мы все равно это не увидим. Так, давайте на load 3 перескачем. Здесь вообще 0, видите, синяя. Некоторые люди делают так, что, получается, вот этот, наши треугольники просто заменяют спрайтом. Просто картинкой. То есть, наши деревья становятся не в трехмерном измерении, а просто нарисованные картинки. Это тоже, в принципе, хорошо. Отсюда можно поставить... Давайте 1% поставим. Все сохраним. И посмотрим, как это. Практические изменения-то и нет. Так, посмотрим, что load 4 у нас покажет. Если он у нас есть... Нет, здесь... Здесь у нас почему-то всего лишь 3. Да. Официально прописано 3 лода. Это, видимо, разработчик, когда делал, он официально уже сам сделал лоды. Ну, нам, в принципе, этого достаточно. То есть, вот, мы уже на расстоянии фигово-то еще километров находимся. И 120 пойдет. Приближаемся. Увеличивается. Увеличивается. Улучшается. И улучшается. Все. Все отлично. Сохраняем. И поработав над каждой деталькой, мы получим более-менее качественное. То есть, мы сейчас FPS, по сути, не увидим. Потому что вот эти деревицы, кстати, очень нам хорошо поменяют. У меня сейчас работает куча программ. Давайте выкинем все. Так. Выключим этот. Включим этот. Просто ставим деревья. Камни, кусты. То есть, которые мы дерево настроили, мы вот только его и оставим. Я кроме него все почистил. Давайте удалим. На рабочий автомобиль. Или даже вот так вот сделаем. В принципе. А что нет? Количество. Увеличим. Смотрите, сколько FPS, да? Аж до 11 падает. Ой-ой-ой-ой. Сори. Я не наше дерево ставлю. Получается, отключаем вот эту ерунду. И ставим только наше дерево. Смотрите, FPS у нас практически это не садится. Почти все то же самое, да? 60 FPS. 60, 70, 30, вот 25. О, пошло, пошло. В данном случае здесь, потому что мы неправильно настроили воду. Видите? Те деревья слишком близко находятся. И, соответственно, он всех их прогружает. Если я дальше пробежал бы. И вот эти деревья, которые у нас вблизи находятся, они тоже полностью загружаются. То есть здесь уже необходимо регулировать как количество наших деревьев. Их, так скажем, близость и так далее. И все это у нас будет влиять на FPS. По сути, вот сейчас, да, в принципе, почти нормальный FPS. 50, 60, 30. Если бы я вот этот проект закинул на мобильник, он бы просто завис там 5-6 максимум. То есть на мобильник, как говорится, и процессор там послабее и так далее, да? Здесь еще и видеокарта покруче. Чем на обычном мобильнике. У нас еще и вот этот автомобиль грузит прям, наверное, до жести. Давайте посмотрим, сколько у него. Так, у нас меш-трак. Также есть оптимизация материалов, партикулов и так далее. То есть это каждая отдельная тема. Текстур и тому подобное. Это все слишком глобально. Объяснять слишком долго. Так, давайте подождем все-таки трак. Посмотрим, сколько он. Ну да, 100 тысяч тоже треугольников. Представьте, вот 100 тысяч грузит только этот автомобиль. Ну, на этом все, друзья. В принципе, я надеюсь, вам более-менее стало понятно, для чего воды и как их оптимизировать под свою игру. На этом все. Всем спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok